Добрый вечер, с вами Вячеслав Котляров. Здравствуйте слушатели, зрители, рад вас всех видеть, слышать. Я этимологически разбирал, Ев это первый, а Рей это парус, первый парус. А жив это вообще, это у нас же живо, это же вообще, скажем так, момент, который находится в районе, ну скажем так, невидимая серебряная нить, которая идет от пупка, скажем так, к определенному общему серверу. Вот, вот это живо называется, серебряная нить, которая законнектена. И помимо всех информации, еще благодаря вот этой серебряной нити считаем. Поэтому я же говорю, что эти, кто там, японцы, еще кто, они знали, делали харикири, эту живу разрезали. Ну их неправильно научили, этого не нужно было делать вообще. Вообще, суицид, это человек себе эволюционно отбрасывает обратно в минеральное царство и будет опять проходить путь, пока не поумнеет. Вначале в минеральном царстве его душа будет, потом в травяном, потом в животном, и потом через миллионы лет опять до человека дойдет. Вот. Тех хлебов? Смотрел кто-то тех хлебов? Какие-то ролики? Все изучил. Все, что можно, все, что нельзя. Во, это вообще такой дедогор крутейший. Он говорит еще про какие-то жифасмы. Я не такой постепенно сказал, что это. Пытался нащупать. И все время, когда я за эту информацию хватался, она у меня как мыло из рук выскальзывала. Я плюнул и думаю, я не буду тогда разбирать эту информацию. Вот и я тоже. Не могу понять про какие жифасмы. Не мог я нащупать для себя логическую структуру звено. Вот не смог. Левашов сильно его при жизни критиковал. Говорит, мне говорят, послушайте Трехлебов. А после того, как он, Трехлебов сказал, пожарьте гречку. А, у него спросили, а для чего гречку жарят? А Трехлебов говорит, ну, чтобы ее иенизировать. И говорит, я после этой фразы понял, что Трехлебова мне читать не нужно. Не, ну, никто не совершенен. Я вообще всех вот этих лекторов, я уважаю и Трехлебова, и Хиневича. Как бы к ним ни относились. Я же приводил пример. Если лечащий врач, там, хирург делает пользу для человека, он все равно ее делает. То же самое. Все мы люди, нам свойственно ошибаться. И я прекрасно понимаю, что я могу в чем-то заблуждаться. Причем, не при чем, в деталях. Вернее, не в деталях, в датах, в датировках, в событиях. Ну, фундаментально, именно то, что я озвучиваю, это не отходит. То есть, это именно так и есть. А там уже, как говорится, этой картине можно уже мазки наносить. Да, я слушаю. Может, человек какой-то появится, который тебя немножко в сторону толкнет, и что-то там не шли. Или наоборот. Бывает, позитив, негатив, да. Да, да, да. Но все равно, что ты по одной дорожке будешь прямо. Ну да, как каната-хотец, да. А вот по поводу смерти, смотри. О, и перейдем еще... Мессинг не любил про смерть говорить при жизни. Для него это вообще тема была табу. Да, я слушаю. Подают хримас и сжигают, а потом развивают плах. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Есть еще, не знаю, удивлю вас или нет. Ну, я, в принципе, как бы, у меня всегда с детства, мне всегда было людям, что такое интересное рассказать, чего они ранее не слышали, и вот они как бы удивятся. А я обрадуюсь, думаю, я рассказал что-то новое, необычное, счастливый, довольный становлюсь. Так вот, было... Да, это... Было еще тип один перехода в мир иной. Он, кстати, у некоторых сейчас народов сохранился, там где-то в Тибете или в Индии. Не кремация. Это называется переход, жизнь, дающий новую жизнь. Тело, скажем так, уносили в лес, и животные питались этим телом, то есть обглатывали, то есть умершего человека. То есть... Как из природы заведено, а волки передоедят. Да, 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 да. Ну, вот меня постоянно спрашивают в ВКонтакте, это люди, когда видят, что у них покровитель Чернобог, расстраиваются, я говорю, Чернобог не от слова черный, а червоный. И он тоже санитар нашей, даже не ячейки, а вселенной, ну, скажем, одного круга ячеек. Он, допустим, человек при жизни делал какие-то там неверные шаги. А потом через 2-3 реинкарнации он получает наказание за то, что 3 жизни 4 назад сотворил. И он не понимает, короче, что вроде жил как праведные, а тут по голове бьют. Так вот, Чернобога задача, чтобы человек при жизни успел кармические свои эти отработать, чтобы это не передавалось эволюционно на другие, скажем так, реинкарнации, он занимается исключительно тем, чтобы человек сегодня здесь и сейчас. Ну, это как бы самый идеальный вариант, потому что люди очень много страдают. Когда появляются в нашем мире, они не могут понять, почему с ними происходит, и просто даже не могут предположить, что в предыдущих жизнях что-то не то накоили. Ну, он же и Белобог, говорят, да? Чернобог, Белобог. То есть у него две стороны одной медали. С нашими славянскими предками вообще тяжело, и был еще три глав. Я как бы в некоторых вопросах Азов нахватался, вот именно с богами, как бы детально стараюсь не разбирать. То есть я знаю много вопросов, но в каждом до конца не разобрался. Но в моем случае это максимально приемлемо. Почему? Потому что узкопрофильные специалисты, они отторгают, ну, скажем, новые знания. То есть он великолепный может быть там фрезеровщик или гитарист. И он настолько сосредоточен на одном, что принимать новую информацию он просто потеряет возможность. Я люблю приводить пример, как у Перумова, это не Каперумова написано, дар одноумения. Когда приходит в монастырь молодой отрок и в волхву говорит, волх спрашивает, ты кем хочешь выбрать путь, воина или мага? Она говорит, а можно я буду и магом, и воином сильным? Она говорит, нет, говорит, чтобы стать мегапрофессионалом, нужно выбрать один путь. При всех противоречиях я иду именно одним путем. Как бы я не могу распыляться на другие вопросы и попытаюсь достичь максимального мастерства в том, что мне на данный момент известно. И вот когда просто там алмаз говорит, посмотри на солнце, для меня это будет просто развал схождения. Да, я слушаю. У кого-то есть? Девчонки, у вас есть вопросы? Вы так слушаете, слушаете? Нет, у вас вопросы? Нет, все очень интересно. Помним, я научу меня снастью. Почему тебе затушали? Все понятно. Девчонки мне, ну расскажите мне, прям улезете. Да, я на мой ролик, спецвыпуск по амулетам, да? Чтобы я не тратил драгоценное время. Да, я тебя найду. Да? Там уже я постарался выложиться максимально, и вопросы притихли после этого ролика. Смотрю, уже в скайпе спрашивают толщину купола. Да, да, да. Отпустится лау. Да. Теперь, из чего радуга сделана? Как отколупнуть северное сияние? Вот лыженька-то, и, конечно, шо-шо накоется. Ну почему? Так все сложно. Так, где суть это искать сложно, да? Ну, ты сбросишь ссылку, да? Сейчас мы ссылку скинем на мой ролик, где я уже в этом ролике про наши древние... Я иногда в блокнотик этой темы заготавливаю, чтобы интересного рассказать. Вот это я тему выбирал про Вселенную, про галактику, про голограмму. То есть я слова разбираю. Вселенная, Лен, это огонь. Все в огне или все ленно. Есть тлен, это тлен тихо, да, там притухает. А есть Вселенная, это на самом деле огонь. Но огонь не тот, который мы привыкли, костер, а огонь именно Ра. Свет. Первый, чистый, изначальный. Вот. Вот, допустим, слово свастика, это сва, это небо, а тика, это движение. Точно так же и галактика. Просто у нас неправильное воспринятие о галактике. Галактика, это движение голограммы. А не то, что мы там думаем, что... Нам рассказали, что есть Вселенная, а в этой Вселенной есть галактики. Вот, потом хотел тему затронуть за Джонатана Свифта. И всем зрителям рассказать вы будете первые, которые поймут, что Джонатан Свифт, описывая Гулливера, он рассказывал путешествие Гулливера по ячейкам. На самом-то деле. Попадал в ячейку, где живут маленькие люди, и где большие люди. И небо вдруг розовое стало, с неба сыпется песок. Я здесь ступаю по воде. Вот. Джонатан Свифт при жизни очень сильно грустил, потому что он был настолько расстроен, что его в эту ячейку запихнули. Он был сильно эволюционно развит. И он свой день рождения, когда у него был, он одевался во все черное, садился и поминал свой день рождения. То есть он был сильно огорчен, что его за какие-то грехи запихнули в эту ячейку. Для него тут было все чуждо. Невыносимо. Прикольно. Слушай, а вот с ним очень нравится вот один подстремляющий день. Тоже, кстати, это ж она в другую ячейку, между прочим-то, попала. Ну, через королевую коряющую нору. Да, да, портал. Но это нам, это аллегория. Через ушко коровы, через коряющую нору, это другая ячейка. Я тоже хотел, кстати, затронуть это. Я вот записал в блокнотик Алиса. Да, да, про Алиса скажи. А там логинство тоже издернет. А, вот это тоже Данилов хорошо освещает. Как он говорит, любая информация, это боль. Вот почему люди... Вот у меня товарищ, это вообще, конечно, мой тезка, это, конечно, положительный человек. Я ему, когда еще задолго до первого своего ролика, начал пытаться объяснить, как выглядит земля. Потом я выпустил ролик и начал объяснять. Увидел, вот очень наглядно, человек испытывает в буквальном смысле болевой шок от информации. Он начинает в буквальном смысле звереть, выходить из себя, орать. Хватит такую чушь нести про землю, про соты. А сейчас, что вы думаете? Слава сейчас, ну, мой тезка, весь интернет сейчас перелопачивает. Присылает мне информацию. Вот, смотри, ты прав, вот, вот. Смотри, а вот здесь, а здесь вообще точно так же это, это. И сегодня опять очередной раз я испытал, выслушал критику. Он посмотрел ролик про страны. Ну, что ты опять это, что ты всякую чепуху? Какие страны? Ты вообще, как я, говорит, ну страны же есть, что ты мне рассказываешь? Я вот понимаю, что он опять эти стадии проходит. То есть, вот люди многие просто болевой шок испытывают информационный. То есть, я сказал, истинное положение вещей стран не существует. Но люди этого не выдерживают и начинают просто выходить из себя. Да, я слушаю. Они не смогут принять эту информацию, для них это как стена. Ну, представьте, ты нагрел монету там, до 60 грамм, да? А у него ладошка еще 30 грамм. Хороший пример, отличный. А это все из нас проходят. Я думаю, у каждой из нас, кто тут присутствует, проходит то или мере в этой ситуации, оказывается. Тебя в секту какую-то затянули. Или ты бы связался с какими-то сатанистами. А, Барисов, ты больная. Как я, знаете, шучу. Сумасшедшие тоже думают, что мы сумасшедшие. А, да. Это ладно еще, если вы рассказываете. А если вы еще и делаете? Не, ну, мне тоже, я сейчас 2 секунды скажу по питанию. Это тоже вопрос меня заматывает. Одному человеку вообще надо найти. Я ему так полностью описал все продукты. И сказал следующее, что, в принципе, допустим, знаю, как питаться. Но в силу сложившихся определенных, скажем так, ресурсных обстоятельств, я питаюсь тем, что могу себе позволить. Вот так вот. А если есть люди, которые могут себе позволить правильное питание, пожалуйста. Но, опять же, правильное питание, это все относительно. Дело в том, что организм, он сам как бы чувствует, что нужно. И то, что одному пойдет на пользу, для другого будет смерть. Или наоборот. Если какой-нибудь витконговец выпьет молока, неважно, прокисшего, это дело может дойти даже до реанимации. Вы не представляете. Это очень, это надо с каждым. Невозможно, вот, все переходите на траву. Не-не-не-не, это индивидуальный подход. Индивиду каждого разрабатывать. Я сейчас вот если найду, я вот этому человеку все-таки ответил. Спасибо за объемный такой ответ. Я вот теперь сообщений настолько много приходит, что я уже выбираю один день недели и полностью его посвящаю ответам. Разгребаю. Да, разребаю, разребаю, потому что добрые люди присылают очень много скриншотов, информации, делятся искренне. И, в принципе, вконтакте никогда не было негатива. И был такой псевдо-негатив. Я его называю псевдо-негатив. Сейчас я просто озвучу, как человек написал. Не здрасте, не до свидания. Слава, ты там в одном ролике заикнулся про богов. А ну-ка подробно расскажи, что ты имел в виду. Ну как я могу дальше продолжать беседу? То есть это... Спрашивают знания. Это первоэтические нравственные критерии. Это особые моральные качества. Это невозможно. Люди думают, что если информационное поле, им придется законнектиться. А сдюжит ли человек информационная подача, если он, как говорится, рубашка не по телу сшита? Она ж может и рэпнуть. Ага, может быть больно. Больно может быть, потому что этот скрупулезный происходит отбор. Небесная канцелярия, это что же не аллегория. Это слаженная команда, которая днем и ночью все это дело анализирует. Угу. И у них свои косички могут быть? Баги, да. Да, бывает, конечно. Это однозначно. Мне вот понравилась в двух словах женщина сегодня. Она настолько хорошо написала под моим роликом. Но мне больше понравилась информация. Я вот Сереге, я ему выдаю информацию. Он так слушает, слушает, слушает. А потом что-нибудь ляпанул. Он говорит, вот это интересно. А я ему сегодня ляпанул. Он такой, о, это интересно, надо разобрать. Короче, когда на самолетах летают, пассажиров в определенных местах заставляют закрывать иллюминаторы. Вот принудительно. То есть мы летим тут-то, немедленно закрывайте это окна. Я же это так с тем, что типа там на сверху области прилетают секретные возможности. Якобы, да. Как это объясняет? Я не знаю, как объясняет. Она просто сказала, написала, что... Ну вот, а Серега, теперь он, когда это услышал, он хочет теперь с ней связаться. Он хочет детально изучить эту тему. Он уже такой... Первый раз слушает тему. Нет, нет, есть такое. Мы не там летали. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание. В Одноклассниках на моем канале «Общество сотовой земли» есть два примечательных ролика. Один называется «Сотовая земля. Парень севера Руси. Разоблачение Котлярова». И второй ролик «Сотовая земля. ДКД. Низ. Разоблачение Котлярова». Те, кто эти ролики не видел, настоятельно рекомендую к изучению. Те, кто видели их, конечно, предполагают, что рано или поздно я должен их прокомментировать. Комментировать эти ролики я не вижу по большому счету особого смысла, так как они кратноречиво говорят сами за себя. Могу остановиться на ролике «Парень севера Руси». Вася там делится интересными подробностями. Вы помните вот этот ролик? Он, кстати, тоже у меня есть на моем канале в Одноклассниках «Общество сотовой земли», который называется «Юрий Рыбников. Все-таки земля плоская, а солнце фонарь». Ситуация тождественна, так как вы, возможно, уже обратили внимание, есть монтаж по высказаниям Юрия Рыбникова, а есть оригинальный ролик. Причем, когда я выкладывал уже смонтированную и искаженную версию себя на канале, я ссылку оставил в описании на оригинальный ролик, дабы зрители могли сравнить, как с легкостью монтажа и манипуляции можно играть словами собеседников, играть словами людей. И вот парень Северо-Руси, он же Вася, он же фактически в своем разоблачении сделал то же самое. У меня сейчас приходит много писем, и люди пытаются узнать, что было на самом деле. Что на самом деле было, я вам не скажу. Единственное, что могу сказать, все полностью наоборот. Дело в том, что если я озвучу правду родного видения Вася и Вячеслава Котлярова, то даже подписчики Василия захотят из него сделать котлету по-венски. Поэтому, чтобы люди не брали грех на душу, я не расскажу детали наших переговоров с Василием. Дело в том, что уже после выхода ролика за Васю уже более серьезные органы взялись, а именно Небесная канцелярия. Он у них был давно в разработке. Мне пришлось сделать огромную многоходовку, чтобы с оборотня сорвать маску. Но когда я ловил Васю в сети, случайно еще и заплелся Денис со своим разоблачением. Что тоже, в принципе, неплохо. Поэтому, те, кто не видел разоблачение Котлярова, в Одноклассниках, значит, один ролик называется «Сотовая земля. Парень севера Руси. Разоблачение Котлярова». А второй ролик «Сотовая земля. Деке. Денис. Разоблачение Котлярова». Посмотрите, пожалуйста. Сейчас я ставлю задачу, чтобы эти два ролика как можно больше распространялись в сети. Я даже больше сделал. Я их выложил на свой канал, эти два ролика, чтобы много людей увидело, как меня разоблачают. Но Вася и Денис, они подали жалобы на мой канал. И блогеры знают, что я сейчас скажу. Мой канал буквально убит. Он не представляет уже той силы, которую он еще имел недавно. Отсюда резонный вопрос. Если Вася и Денис хотели разоблачить Вячеслава Котлярова, чтобы все люди про это узнали, почему же они сделали все, чтобы их разоблачения исчезли с моего канала. Благо в интернете есть другие площадки. Я разместил эти ролики ВКонтакте, в Одноклассниках. Еще надо в Фейсбук залить. Да и вообще эти ролики планирую. Разоблачение Котлярова, чтобы как можно больше увидело людей. Пока мне добавить нечего. Появится желание рассказать про Васядка и про Дениску. Возможно поделюсь. Но самое главное я уже сделал. Соборотни сорваны маски. Ни в коем случае на них не злитесь. Так как за них взялись более уже серьезные силы. И что я вам могу сказать. В вопросах таких разоблачений, в вопросах такого характера, именно в таких вопросах, каждый заслужит, чего заслужит. Каждый заслуживает, чего заслуживает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok